Всех приветствую, мои дорогие! Появились у меня новые куклы. И давайте вместе посмотрим, чем пополнилась моя коллекция. И начать я хочу с куклы Rainbow High. Я её приобрела на авито с рук, то есть это не новая кукла. И это у нас лимитка Лиличенко. Девушка прислала мне также коробку от куклы. Вот такая красивая коробка. Давайте покажу сзади, как она выглядит. Вот такой сзади рисунок. У меня эта кукла была в хотелках, но она была не бюджетной. И я каждый раз смотрела, но не приобретала. И тут увидела выгодное предложение. И решила приобрести. Вот такая здесь бирочка. То есть эта лимитка получается 22-го года. Коробка сама вот так на липучке открывается. Давайте покажу информацию. Подержу. Кому интересно, можно поставить на паузу. Вот здесь была сама кукла. Я её достала уже. Смотрела, всё ли в целости доехала. Здесь у нас второй аутфит. Обувь. Вот такая картинка здесь. Это у нас сама Лиличенко. И давайте я сейчас всё достану. И мы с вами посмотрим. Отставка. Инструкция. Сейчас я все коробочки вырю. Будем с вами смотреть. Сейчас коробочку поставлю на стол. Так, поставим. Так, здесь у нас вешалки. Вторая пара обуви. Единственное, я не буду примерять второй наряд, потому что куколок несколько. И если всё примерять, ролик будет слишком затянутым. Я просто сейчас открою коробочку. И покажу, как выглядит второй наряд. Второй наряд, такое впечатление, что даже не доставался. Здесь вот такое красивое платье. Вот такая курточка или кофточка. Она очень красивая. Давайте попробуем показать, как сзади выглядит. Да, я смотрю, здесь второй наряд прикреплен. То есть, видимо, даже ни разу не снимался. И на куклу не одевался. Ой, у меня как всегда что-то падает в процессе. То есть, вот такое платье. Красивое. Смотрите, как всё красиво сделано. Очень нравится, что даже самым мелким деталям уделяется внимание. Здесь у нас инструкция, как можно правильно завязывать обувь. Также ещё пакетик был. Здесь расчёска. Смотрите, какой-то уж красивый. Он складывается. Давайте камеру немножко опущу. Ну и здесь у нас деталь от подставки. Я сначала, когда в коробке увидела подставку без этой детали, подумала, что может девушка положить, забыла. Ну, потом обнаружила деталь в пакете. И как же выглядит сама кукла. И вот эта красавица. Чёлка здесь залачена, не мылась. Ну, волосы, наверное, девушка мыла, потому что они очень мягкие и очень шелковистые. Ну, возможно, они изначально такие были. Здесь у нас прятки и другого цвета, и как вот люрекса. Посмотрите, какой красивый макияж, прическа с такими украшениями. Серьги. Здесь платье идёт как корсет. Очень, конечно, красиво. Маникюр красного цвета. И обратите внимание, здесь три браслета. Причём браслеты тоже интересно рассматривать. И на этой руке. Здесь как красная нить. И тигр изображён. И здесь как белые тигры. То есть деталям уделяется достаточно немаленькое значение. Посмотрите, макияж губ как интересно сделан как раз в азиатском стиле. Это, ну, если я не сказала, китаянка. Обувь. Я, конечно, очень рада, что в моей коллекции появилась одна из хотелок. Кукла в отличном прям состоянии. Девушка писала, что стояла на полочке. Давайте поставим на подставку. Вот такая красоточка. Что ещё у нас? У меня из кукол. Сейчас. Давайте я вот так немножко вперёд подвину. Чтоб в кадре всё было. следующее, что я хочу вам показать, это кукла Соня. Эту куклу я приобрела много лет назад. Была какая-то хорошая. Какая-то была хорошая цена. И она у меня лежала в шкафу. Я даже, честно говоря, забыла про неё. Ну, тут разбирала шкаф, увидела. И так выглядит коробка. И решила, что она будет в коробке лежать, что я её хочу распаковать. это кукла Соня на не шарнирном теле. такая была коллекция. Вот такая была коллекция. У меня вот куклы Соня. Я одно время приобретала. Ну, несколько кукол у меня есть. Девочки, вы меня, бывает, просите показать, как я храню и где кукол, показать всю свою коллекцию. К сожалению, на данный момент невозможно это показать всю свою коллекцию. Потому что у меня большая часть кукол убрана в шкаф. Потому что, к сожалению, нет места, чтобы вот так, знаете, красиво всё расставить. Я вот смотрю иностранных блогеров, и у них бывает прям, знаете, целая комната, а то и не одна отведена именно под кукол. То есть там стоят стеллажи и много-много кукол. Мне кажется, даже в магазинах такого количества нет. У меня места не так много, поэтому у меня на полочках лишь часть кукол небольшая стоит, остальное всё убрано. Так у меня кукол много, есть очень интересные, на мой взгляд, экземпляры. Есть то, что уже не выпускается. Но они убраны. Так, вот такая здесь конфетка шла, ну вернее, это такая связка из двух конфеток. Также у нас здесь запасная, ну вернее, вторая пара обуви и куколка. Сейчас я достану ножницы, мы с вами быстренько откроем. куколка. Да, кукол. Я уже забыла, что они тоже здесь хорошо так всё у них прикреплено, что тоже весьма нелегко быстренько сразу куколку освободить. Сейчас мы с вами посмотрим всё. так, вот такая пара кроссовок. Так, что-то у меня тут сзади сейчас я лишнее... А, тут провода у меня открепления. Сейчас, девочки, я всё лишнее попробую снять. Я сегодня не планировала снимать, у меня муж сегодня с дома работает, я дела делала, сейчас за дочкой побегу. Муж сейчас пошёл себе куртку покупать, поэтому я так спонтанно решила снять видео, показать вам, что новенького. Вот такая красавица. посмотрите, какая у неё интересная стрижка, то есть спереди как будто бы каре такое с чёлкой на бок. Здесь длинные волосы идут, кстати, не залаченные, очень приятные на ощупь. Вот это я всё срежу потом аккуратно. И здесь у нас ещё тоже надо открепить вот такие косички. Длинные реснички. Такая как курточка. Я думала, это платье, но нет, это у нас как маечка, юбочка, очень красивая, ну, как лосины и кроссовки. Это не шарнирное тело, и я вам уже показывала, ранее я заказывала на шарнирном теле. То есть, как вы видите, лица у них одинаковые, ну, то есть макияж отличается, цвет глаз, а так вот одинаковый молд, скажем так, волосы отличаются. На шарнирном теле, конечно, я думаю, поинтереснее куклы. У меня на шарнирном теле единственное вот это Соня, ну, или как их называют, Курм. Раньше, ну, по крайней мере, те куклы, которые у нас продавались, и которые я видела, они были все на не шарнирном теле. Красивая, тоже, ровненький макияж, ровненькие реснички. Просто хочу лишние коробки выкинуть. Так, что-то я там уже задеваю. Посадим, чтобы в кадре было. Следующее, что я вам хочу показать, это у нас кукла Барби. Как вы знаете, я увлекаюсь Кореей, ну, немножко Азией, и я последнее время, ну, можно так сказать, собираю кукол Барби азиаток, ну, не только Барби. И вот эта кукла, по-моему, она из линейки безграничные движения, насколько я поняла, на сегодняшний день редкая, то есть до сих пор из этой линейки можно спокойно найти шатенку и блондинку, по-моему, вот они на фото. Ну, азиатку сколько я не искала, вернее, я видела один раз на Сбермаркете, но там была какая-то запредельная стоимость, и даже потом за ту большую стоимость, видимо, купили. На Авито тоже бывает редко, без коробок, и тоже небюджетно стоит, и тут мне абсолютно случайно на глаза попалось объявление о продаже этой куклы, причем, как вы видите, она в коробке, она новая, запечатанная, единственное здесь, ну, сама коробка, может, от старости, может, от каких-то повреждений сломалась, и была вполне себе хорошая стоимость, и я решила приобрести. Я уже, честно говоря, не надеялась даже, что я приобрету эту куклу, вы знаете, я видела еще в продаже эти куклы, то есть, многие там делают тело вот это себе или для каких-то других нужд оставляют, а вот голову пересаживают на нешарнирное тело, и так продают. Мне же хотелось, чтобы все-таки она была на шарнирном теле, а не гибрид собранный. Давайте быстренько открепим ее, посмотрим. И я, конечно, не ожидала, что я ее обнаружил. Я только сегодня вот с почты на почте забрала. Конечно, самой тоже всегда интересно посмотреть, подержать в руках, хочется как можно быстрее подобные ролики снимать, чтобы была возможность самой куколку рассмотреть, не только ее в упаковке наблюдать, но и подержать в руках и рассмотреть более детально. я потом все лишнее отрежу. Я имею в виду какие-то крепления. Давайте покажу вам, как выглядит вот с лошадью эта куколка. Вот здесь тоже. как фон выглядит. по-моему, еще мулаточка в этой коллекции. Ну, то есть остальных кукол я и в детском мире видела, продавались, но азиатку ни разу не видела. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит. Волосы собраны в хвостик. Такой молд. Мне кажется, не часто с таким молдом куклы встречаются. Барби. Все вроде сгибается нормально. На кукле такой, как удлиненный топ. и лосины кукла босиком. У нее, как вы видите, шарниры, которые хорошо должны сгибаться. Вот видите, даже вот так можно ногу согнуть. Поэтому и называется серия безграничные движения. Я очень рада. у меня на самом деле в хотелках не так много кукол, но есть куклы, которые я хочу приобрести, которые в хотелках у меня даже не один год. И когда получается приобрести, конечно, всегда приятно. так. Ну и хочу показать еще одну мою большую хотелку. Как только я увидела, вот сразу поняла, что это прям куколка мне нужна. И что это у нас за кукла? Это Рейнбол Хай. И это сет вышел из двух кукол. В этом сети у нас кукла Рейнбол Хай Саня и Шадоу Хай. По-моему, Луна ее зовут. И сет стоит небюджетно, тем более у нас он относительно недавно появился. Он и на Сбермаркете есть сейчас, кстати, дешевле, чем еще пару недель назад было и на Вито их много. Но дело в том, что во-первых, небюджетно стоил набор, во-вторых, я вот эту вторую куколку не хотела. Ну, вот, знаете, как-то поняла, что не лежит к ней сердце, скажем так. Она красивая, конечно, но я как-то пока не прониклась к Шэдоу Хай. И поэтому мне нужна была вот только Саня. И бывают предложения, когда продавцы продают этих кукол по отдельности, то есть как в моем случае они вот так разрезают коробку и продают отдельно. Ну, сколько таких предложений видела, то куколки уже были разобраны, потому что, видимо, Саня пользуется большей популярностью. И наконец мне удалось купить. Это была далеко не первая, не единственная попытка. И я думала, мне вот так пришлют куклу, потому что продавец сказал, что кукла новая, что от коробки она, вернее, от подложки она открепляться не будет. И я удивилась, когда мне еще и часть коробки приехала. Вот здесь можно прочитать, что в этом сете у нас Санни Мэдисон и Луна Мэдисон. Ну, то есть это у нас идет специальный выпуск, как вы видите. Вот такая здесь информация. Давайте еще раз покажу, как обе девочки выглядят. можно найти информацию, на вид эти наборы есть. И, как я уже сказала, на Сбермаркете деталь упала. Мы сейчас с вами посмотрим. Так, здесь у нас идет, насколько я вижу, деталь от подставки. куколка, так как продавец в Москве находился, доехала мне быстро. Так, у нас здесь расческа. Часть подставки. давайте еще раз покажу девочку. Я как-то, знаете, сразу в нее влюбилась. В целом, я хочу сказать, что в свое время я обратила внимание на Rainbow High, когда я про Миша вообще ничего не знала. Это я помню в детском мире увидела вот такую куклу. Это тоже Саня. Влюбилась, но тогда не стоили дорого для меня очень. Я себе на тот момент позволить не могла. И вот кукла в моей памяти осталась. И вот только спустя несколько лет я ее приобрела. И мне в целом вот Саня нравится. И тут конечно мне очень понравился ее образ в целом. Давайте ее быстренько попробуем открепить. И с вами посмотрим. Я конечно сначала думала, что может купить набор, подождать, когда они будут чуть дешевле, потому что я смотрю на авито, например, все больше этих наборов появляется. Ну сами понимаете, что чем больше в продаже чего-либо, плюс время идет, появляются еще другие новые серии, то цена может не сильно, но падает. Ну или думала, может подождать, кто-то будет уже бушных продавать. Ну потом поняла, что зачем мне брать две куклы, если вторая кукла. Ну да, не в моих хотелках. Как-то заморачиваю. можно было купить набор, разделить, вторую куклу выставить сразу на продажу. Я поняла, что на данный момент я таким не хочу заморачиваться, потому что у меня сейчас не так много свободного времени. Ну и в целом нет сейчас такого желания. Хотела вам показать, что здесь за куклой как раз идет отставка недостающие элементы. Сейчас я достану все. Конечно, ну, кукла отдельно, вот луна отдельно, она дешевле продается, чем сани, потому что видны, сани все-таки большей популярностью пользуются. Если бы я купила набор из двух кукол, то каждая куколка вышла бы дешевле, чем я за сани заплатила. Ну, сам набор, конечно, стоил бы дороже, чем я за одну куклу заплатила, я решила все-таки приобрести одну куколку. Что же они так все закрепляют, что я даже с помощью ножниц могу крепить куклу. Всегда боишься еще что-то лишнее отрезать, повредить. Ну, тут прям чересчур уж они постарались. сейчас смотрю, чтобы мне ничего не срезать. Вроде кажется уже все открепило, а все равно смотришь, где-то что-то мешает. Давайте покажу, как выглядит сама подложка без куклы. Так, и как у нас выглядит девочка. Такая красавица. Давайте сравним с другой Саня. здесь у нас серьги. Такие красивые серьги. Заколочка. Луна и солнышко. Ну, Саня и Луна, да, характеризуется. Здесь еще заколочка. Надеюсь, я пока распаковывала, ничего не уронила. Ну, если уронила, я потом найду, если какие-то аксессуары упали. Вот эти прятки залачина. Очень красивый макияж, нежный такой, но при этом с блестками. у меня там падает. А, у меня заколка упала, но я подниму потом. Сейчас уже не будем тратить время. Такая здесь сложная прическа. Вот эти пряди прям вот залачены. Я их буду мыть. Очень сильно залачены. Сплошной лак. так и что у нас тут на девочке. Обувь это у нас кроксы. Так, здесь пристегнуть надо. Это у нас кроксы, мне кажется, коллаборация с Balenciaga. Такую модель выпускали, насколько я слышала. Такие по-моему пины называются. Вот такие штучки. давайте подержу. Гетры. Очаровательная сумка в виде медвежонка. Давайте ее снимем. Я обзоры смотрела на эту куколку. Насколько я помню, здесь где-то здесь есть липучка. щас у меня тут еще сумму, эта сумка, курточки еще как-то прилеплены. Так, здесь есть липучка, чтобы было более удобно сумочку снимать. Вот видите, она на липучке. Вот такой симпатичный медвежонок флоковый. Обратите внимание на маникюр, какие длинные ногти. Здесь у нас курточка. Тоже все скрепляю, потом если откреплять, могут маленькие дырочки быть. Вот такая курточка. Посмотрите, здесь и клепочки, и все прям так детализировано, кармашки, завязочки, капюшон, сзади принт. Здесь у нас видимо сама Саня, но опять-таки луна и солнышко, и мишка вон там выглядывает. Очень красиво сделано. Под курточкой у нас идет футболочка с не менее милым принтом. Смотрите, какой симпатичный. Юбочка. здесь сверху у нас как клеенка с рисунком, ну и внизу ткань. Все здесь на липучках, поэтому удобно снимается. Трусы нарисованы желтого цвета. Такая красота. я очень конечно рада. Такая красавица. вот такое у меня пополнение. Напишите, пожалуйста, кто вам больше понравился. Может у вас в хотелках тоже такие куклы, или может вы какие-то другие собираете. Я же вам все быстренько показала, рассказала. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.